Дмитрий Леонтьев Дмитрий Леонтьев Вы уже наверное догадались, речь идет о добыче так называемой тяжелой нефти. И разговор о том, как извлекать ее из земных недр максимально эффективно, в эти дни идет в Казанском федеральном. По самым скромным прогнозам, сегодня в недрах земли находится около 500 миллиардов тонн так называемой тяжелой нефти. И Россия по ее запасам входит в тройку стран-лидеров после Канады и Венесуэлы. Причем 70% тяжелых углеводородов приходится на долю Волга уральского региона. Правда, их добыча удовольствия не из дешевых. В Татарстане с этим уже столкнулись. Поэтому сейчас в республике ведется активная работа по поиску инновационных методов добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Активно участвуют в ней и Казанский федеральный. Выбор темы семинара и место его проведения не случайны. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ признанный научный центр по внедрению новых технологий поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений. Опыт, который здесь рассказали, он обязательно для нас очень нужен. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить Александрова и вас, поблагодарить наших коллег, которые отозвались. И очень надеюсь, что Казань, республика Татарстана вам понравится. И мы найдем форму, как можно чаще встречаться и общаться. Ну и самое главное, ваши знания, ваш опыт, ваши технологии, они будут очень нужны. Стоит отметить, что семинар конференции по термическим методам увеличения нефтеотдачи собрала на площадке Казанского федерального ведущих ученых и специалистов со всего мира. Причем многие приехали сюда не только послушать татарстанских коллег, но и поделиться опытом. У нас в Соединенных Штатах и здесь в России не только разные геологические условия, но и подходы к добыче нефти. Но даже несмотря на это, вызов для всех один – выжить из месторождения как можно больше, с как можно меньшим вредом для окружающей среды. И универсального для всех ответа, как это сделать, сегодня, увы, нет. Думаю, подобные встречи способны нас всех к нему приблизить. Кстати, работа в этом направлении легла в основу стратегической академической единицы «Эко-нефть», которая получила поддержку не только региональных, но и федеральных властей. В рамках работы САЕ «Эко-нефть» Институт геологии и нефтегазовых технологий активно сотрудничает с ведущими нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями страны. Наиболее тесно ученые КФО взаимодействуют с Татнефтью. И в компании уже почувствовали плоды этого сотрудничества. «Центр именно научный в Казанском федеральном университете, он, конечно, очень сильно окреп и вырос. Появили специалисты оборудования. И вот та федеральная программа, в которой мы сейчас участвуем, она рассчитана на три года. Полагаю, что результаты ее будут для Татнефти положительными. То есть они нам предложили ряд инновационных проектов, которые даже не имеют аналога в мире. Если получится, то это будут, конечно, прорывные технологии». Александр Александров, Урслан Урозаев, Универньюз. На очередном заседании ректората Казанского университета обсудили многие значимые для ВУЗа вопросы. В их числе итоги рейтинга научно-преподавательского состава. Подробности узнаешь в наших следующих выпусках. А сейчас продолжаем. Что ни говори, но так часто наш ВУЗ становится вторым домом. А как известно, любой дом должен быть окружен настоящей материнской заботой. Возможно, именно этого не хватало IT-лицею Казанского федерального. Подробности далее. КФУ посетила директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании КОЭС. Почетная гостья начала свой визит с IT-лицея Казанского федерального. Тут она смогла лично убедиться, что воспитанники ВУЗа не только получают необходимые знания, но и живут в прекрасных условиях. От взора внимательной гости ничто не прошло мимо. Она изучила кабинеты и лаборатории лицея, которые оснащены новейшим оборудованием. И убедилась лично, что будущие IT-гении страны получают здесь не только знания, но и необходимые навыки. Я никогда не бывала в подобном заведении, где все ориентировано на то, чтобы пробудить в детишках действительно любовь и интерес к науке. Я жалею, что в моем детстве у нас такого не было, когда можно не просто прочитать учебник и теоретизировать, но попробовать руками, посмотреть глазами, понюхать в лаборатории и все это сделать. Я думаю, что для очень многих ребят это тот самый важный элемент, который позволяет им понять, что действительно лежит за всеми этими словами, что их может вдохновить на дальнейшее направление изучения, обучения, профессии какие-то. К знакомству с IT-лицеем гостья отнеслась настоящей материнской теплотой. Не единожды она отметила важность того, что у школьников должно быть все только самое лучшее и безопасное. А также поделилась собственным видением дальнейшего развития лицея. Лицей молодой, только начинается. Важно заложить правильный фундамент, он заложен. Думаю, что ближайшие 3-5 лет станут такими ключевыми в определении дальнейшей судьбы лицея. Учитывая, что коллектив молодой и все энтузиасты, все любят свои дела, я думаю, все должно получиться. Главное не забывать себя хвалить и пиарить. Вот это то, что, к сожалению, жителям полсаветского пространства дается сложно. Тем более уже есть даже за те недолгие несколько лет, что лицей существует, уже есть интересные достижения, проекты, о которых можно и нужно рассказывать. Гость ей лицея поделилась, что она давно знакома с работой аналогичных лицеев других стран. И весьма отрадно, что всего лишь за несколько лет своей работы IT-лицей ничем не уступает своим зарубежным аналогам. И, скорее всего, даже превосходит. Аделя Мухамедшина, Роман Самарин, Универньюз. Пришло время самых обсуждаемых новостей Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюз. Веб-Ньюз. В Российском Исламском Институте состоялся первый выпуск исламских журналистов. Напомним, направление журналистика открылось в ВУЗе 4 года назад. Патриарх Кирилл подтвердил участие в церемонии закладки Собора Казанской иконы Божьей Матери. Воссоздание Собора и возрождение Богородицкого монастыря – событие беспрецедентного духовного значения. Программу «Набережные Челны. Город устойчивого развития» представили в Корее. Презентация прошла в рамках международной конференции «Зеленая промышленность для устойчивого развития городов». 3 июля в Казанском зообот-саду пройдет фуршет для копытных. Покормить животных и отпраздновать именины новорожденных малышей гуанака, пятнистых оленей и морала приглашают всех желающих. Студенты КГАСО предложат идею по благоустройству елабуки. Задачи и идеи обновления территорий и объектов города обсудили на встрече учащихся вуза с руководством города. Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» запишет музыку композиторов Татарстана. Сочинения современных татарстанских композиторов войдут в два альбома «Обертоны земли предков». Рустам Мениханов вручил госавтоинспекторам Республики Татарстан ключи от новых служебных автомобилей. Событие прошло в преддверии 80-летия татарстанской госавтоинспекции. Говорят, что университетские годы самые прекрасные. Это время, когда мы изучаем выбранную профессию, становимся личностями и находим любовь. А вручение дипломов – это своего рода точка в студенческом этапе. Вручение дипломов выпускникам Химического института имени Бутлерову состоялось 29 июня. Этот день юные химики запомнят на всю жизнь, ведь впереди их ждет неизвестная дальняя дорога. Всего в этом году выпустилось 96 студентов. Это специалитет – бакалавриат и магистратура. 17 из них окончили вуз с отличием и получили красные дипломы. Но многие выпускники не спешат прощаться с любимым институтом. Я поступаю в магистратуру, то есть еще два года я буду здесь учиться, но я буду скучать по преподавателям, которым я уже не увижусь. Ну и, конечно же, по своим одногруппницам, так как у нас женский коллектив, у нас 15 девочек. И, ну, большая часть, конечно, остается, но есть одногруппницы, которые уходят. Я собираюсь дальше поступать в аспирантуру, поэтому еще на этом жизнь не заканчивается. Я, ну, с друзьями буду со всеми видеться. Учащиеся химического института КФУ получили ценные знания и смогут с пользой применить их в будущем. Желаем им успехов. Адилья Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Ученые КФУ совместно с врачами республиканского онкологического диспансера придумали, как можно обойти онкологию стороной и не стать жертвой страшной болезни. Характерным признаком злокачественного опухоля является быстрое образование. Аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в ближайшие части тела и распространяться другие органы. Мы запустили проект среди здорового населения для оценки наличия рисков у еще не заболевших людей. Мы предлагали всем желающим отправить нам анкеты. Потом мы выберем 100 человек случайным образом, которым мы бесплатно предложим пройти это тестирование. Человеку, желающему узнать, есть ли у него предрасположенность к заболеванию, необходимо будет сдать 5 мл венозной крови. После этого высококвалифицированные специалисты в области медицины проведут полный анализ на наличие мутаций в генах. Я думаю, что современная наука сейчас в области онкологии все-таки дошла до того, что чем раньше выявлен рак, тем дольше пациент будет жить, вплоть до полного выздоровления. Если рак зафиксирован на первой стадии, идеально его зафиксировать на этой единичной мутации одной клетки, которая только-только начала пролиферировать, то это можно очень быстро или химиотерапией, или небольшой операцией человек будет извлечен. Благодаря новому антионкологическому проекту желающие смогут пройти медицинское исследование на наличие раковых клеток. Для этого необходимо заполнить анкету и отправить на электронный адрес, который вы видите на экране. Регина Фахрудинова, Руслан Урозаев, Универньюз. Побыть на одну ночь студентам КФУ смогли все желающие, любых возрастов и абсолютно бесплатно. А у абитуриентов Казанского университета появилась уникальная возможность познакомиться с учебной жизнью вуза задолго до поступления. О науке в летнюю ночь расскажет корреспондент Анастасия Иванова. Казанский федеральный университет запустил серию открытых научно-популярных мероприятий про наука в КФУ. Впервые на площадках университета для всех желающих до 6 июля будет проходить научно-популярные лекции, интерактивные мастер-классы. Для посещения будут открыты лаборатории и музеи вуза. Научно-популярные лектории наука в летнюю ночь знакомят горожан и гостей Казани с научной жизнью Казанского федерального университета в необычном формате встречи под открытым небом. Первое мероприятие серии про наука в КФУ под названием «Наука в летнюю ночь» было посвящено гуманитарным областям. Здесь выступили лучшие преподаватели, аспиранты и выпускники по направлениям татаристика, психология, образование, история и востоковедение, а также филология и культура. Послушать о классике американской фантастики Рея Брэдбери, о путешествии в Древнюю Индию при помощи воображения или о русском авангарде 20 века мог каждый желающий. Я соскучилась по своему филологическому факультету, потому что я заканчивала два года назад университет. Сейчас работаю не по специальности, но мне захотелось снова окунуться в атмосферу филологии, послушать лекции. Я вот сама учусь в институте психологии и образования, и для меня это огромный шанс вызвать всех моих друзей, чтобы они узнали, что такое психология, как связано вообще практическую часть изучить. Это многое дает, поэтому я думаю, летние ночь науки надо вводить, чтобы она каждый год проводилась. Наука, как правило, пугает, это воспринимается как нечто потаёмное, чем занимаются исключительно учёные мужа. А здесь университет в этой новой форме, по сути дела, пытается популяризировать науку, показывать, что исследование это интересно, что в университете кипит жизнь, что всё самое передовое, всё самое современное – это часть нашей жизни. Слушателями лектория стали не только потенциальные абитуренты и выпускники прошлых лет, но и дети, горожане и даже гости столицы. Любопытно то, что такое мероприятие проводят на улице. Здесь очень интересно, в особенности потому, что в Европе не проходят научные лекции под открытым небом. Когда я был студентом, мы участвовали в спортивных мероприятиях на свежем воздухе, а тут – это наука. Конечно, это большое событие для университета, ведь подобные мероприятия проводятся в республике впервые. В динамичном развитии Казанского федерального убедились и гости мероприятия, ведь здесь были представлены многие изменения, происходящие в УЗИ за последнее время. В сегодняшний день мы можем констатировать, что в основном этап структурирования университета завершился, и мы открываем двери для жителей Казани, для жителей республики, для его гостей, для того, чтобы было полное понимание общества, что делается в университете, как живет университет, как живут студенты и преподаватели университета, какими темами сегодня занимается университет, насколько они отвечают тем вызовам общества, которое сегодня существует. Неформальная обстановка событий дала волю созданию интерактивных зон, множественных мастер-классов и викторин. На праздники прошло и модное дефиле национальных костюмах, и мастер-класс по рисованию мандалы. Но какое это имеет отношение к науке? Данная техника относится к общей арт-терапевтическому направлению психологии, которая подразумевает, что в процессе создания любого творческого образа, продукта, человек проявляет свою личность, и в то же время происходит еще и терапия, то есть гармонизация личности, развитие целостности личности. Эстафету науки в летнюю ночь подхватят и другие институты и факультеты. В июле запланированы два мероприятия цикла естественно-научных направлений. Анастасия Иванова, Руслан Наразаев, Ленар Довлетяров, Универньюз. А на сегодня у меня все. Всем хорошего настроения, берегите себя, пока-пока!